8 лет назад в эфир вышел 8 канал. Молодой, энергичный, вещающий в современном формате Full HD. На подготовку к запуску телеканала у редакции и технических специалистов ушло несколько месяцев. 1 апреля 2013 года команде телезионщиков было не до шуток. Все волновались, но верили в свое дело. Вот там, где сейчас находится Хромакей, здесь была первая монтажная и первый выпуск 8 канала собирали здесь. И самое интересное, что очень долго к этому готовились, но какие-то моменты были недоработаны, и на компьютере не стояли какие-то проги специальной программы, поэтому все делалось очень-очень медленно. И несколько дней мы здесь жили, и ночевали мы вот здесь по очереди, спали, вот здесь стояла тахта. У нас была такая огромная длинная кофта в пол, и вот она использовалась и как подушка, потому что вот так вот надевался капюшон, и как одеяло. 1 апреля мы вышли в эфир, и я помню, что 1 мая, всего через месяц, я зашла в редакцию по делам со съемок, и поняла, что у нас разрываются телефоны, это звонили телезрители, которые хотели рассказать свои истории. Спустя время Екатерина стала главным редактором информационного агентства ВладНьюс, которое, как и 8 канал, входит в медиахолдинг «Бизнес Кейс». Помимо вышеперечисленных ресурсов, в его составе газета «Владивосток», радиостанции «Лемма» и «Ви-Би-Си». С коллективом сработались, и когда совместно работали на разных мероприятиях, всегда было очень приятно, что наших журналистов хвалят, хвалят за профессионализм, за качество работы, поэтому работать одно удовольствие с коллегами. За 8 лет в штате телеканала работало много профессионалов своего дела. Кто-то реализовал свои творческие планы, а для кого-то «восьмерка» стала своеобразным трамплином, который забросил наших людей в разные уголки мира, от Москвы до Австралии и США. Я хочу поздравить вас с днем рождения из далекой Австралии и пожелать вам процветания. Сейчас, как и 8 лет назад, большая часть нашего эфира – программы собственного производства. В гости «Восемь вкусов, время говорить», «Медицина 21 века», «Наше дело», «Лучший город Земли», «Сады и огороды» и, конечно, ежедневные итоговые выпуски новостей. Благодаря вмешательству съемочных групп «Восьмого» было решено множество частных проблем в сфере ЖКХ, образования и медицины. Мы находимся в постоянном творческом поиске, что тоже очень здоровый признак для телекомпании. Мы пробуем себя в разных жанрах – от информационных до реалити-шоу, до форматов документальных фильмов, снятых в путешествиях. В частности, наши съемочные группы побывали в Соединенных Штатах Америки, на Тайване. Много было выездов по Приморскому краю. В целом, можно сказать, что наша команда постоянно находится в поиске нового вдохновения и новых способов развития. Телеканал шагает в ногу со временем, осваивает новые площадки, интернет-каналы и соцсети, а еще создает новые и интересные проекты. «Восьмой канал ждет большое будущее. Мы подготовили для наших зрителей массу интересного. Будет детский контент, развлекательный, познавательный, будут хорошие авторские проекты. То, что интересно, то, что актуально, то, что сейчас необходимо. Поэтому оставайтесь с нами, будьте на Восьмом. Мы вас очень любим». «Восьмой канал» активно участвует в социальных и благотворительных проектах, оказывает информационную поддержку крупным мероприятиям, принимает участие в городских фестивалях и праздниках. Все это мы делаем для вас, наших зрителей. Алина Черненко, Станислав Лаземный. Новости на Восьмом.